Самое главное в этой задаче понять, что я спрашиваю. И я поэтому буду говорить медленно, но написать ничего не буду, поэтому будьте внимательны. Был футбольный матч. Ну, он, допустим, кончился со счетом 5-3. Ну, между другими командами. Как они называются, не так важно. Но, значит, пусть это будет первая команда и вторая команда. Был футбольный матч. Кончился со счетом 5-3. Надо доказать, что был такой момент, в который первой команде осталось забить столько голов, сколько к этому моменту забила вторая. Первой команде осталось забить столько голов, ровно столько же, сколько к этому моменту забила вторая. Ну что, надо еще повторить, или вы уже? Результат не так важен, но пусть скажем результат, чтобы было конкретно. Нет, не имею в виду. Одной команде осталось забить столько голов, сколько осталось? А первой команде, вот я специально говорил, что осталось забить столько голов, сколько к этому моменту уже забила вторая команда? А осталось забить до чего? До конца матча. Осталось до конца матча забить столько голов, сколько к этому моменту забила вторая. Вначале ни одна команда не забила ничего, потом они начинают забивать в каком-то порядке, в каком мы не знаем. Естественно, что первой команде вначале оставалось забить 5 голов, но потом они как-то постепенно забивали. А вторая команда сначала ничего не забила, а потом вот так, спустя, забила 3. Теперь, есть такой момент, надо доказать, есть такой момент, в которой первой команде осталось забить столько голов, сколько к этому моменту успела забить вторая. Например, допустим, 3-2 будет такой матч считаться. А 3-2, давайте посмотрим. Значит, тогда первой команде осталось забить сколько? 2 головатка. Всего она забила 5, а к этому моменту 3. Значит, осталось 2. А вторая как раз к этому моменту успела забить. Ровно 2. То есть это хороший момент. Но, совершенно не гарантируется, естественно, что если матч кончится со счетом 5-3, то был какой-то момент, когда был счет 3-2. Это может быть, а может и не быть. Значит, в этом примере все хорошо, но это не доказательство. Ну, давайте заметим, что существует такой момент, когда обе команды забили 5 голов. Да. Существует такой момент, когда обе команды забили 5 голов. Ну, почему? Ну, а здесь-то они не могут сразу забить несколько голов, поэтому общее число забитых мячей постепенно растет от 0 до 8. Ну, значит, в какой-то момент они забили 5 голов. Да. Давайте рассмотрим, сколько голов забила первая команда. Ну, давайте. Значит, х1. Первая забила х1, вторая забила х2. И, значит, сумма их равна 5. Да. Ну, тогда первой команде осталось забить столько же, сколько уже забила вторая чума. Если сумма равняется 5, то 5-х1, это сколько осталось забить первой команды. Да. Ну, значит, из этого уравнения, сколько осталось забить первой команде? Ну, 2-х1. Первая – это х1. Вторая – это х1. А всего она забьет 5. А всего она забьет 5. Да. Значит, осталось забить, естественно, 5-х1. Да. И это должно быть равно тому, сколько забило к этому моменту вторая команда. Да. Но вот если посмотреть на это уравнение, то это то же самое, что х1 плюс х2 равно 5. Так, что понятно? Да. Да. А вы что-то хотите вам сказать? Альтернативное решение. Чего? Альтернативное решение. Ну, давайте, давайте. Только громче, потому что плохо слышно. На оси игре потом будем отмечать количество голов, которые осталось забить первой команде, и количество голов, которые забила вторая команда. Значит, мы будем отмечать, нарисуем два графика и на оси игре, сколько осталось первой и сколько забило вторая. В зависимости от времени. Это скачком может меняться, естественно, потому что в какой-то момент забивается гол, значит, вторая команда забивает гол, ее график попадает сюда. Да. Пройдем по графику. Значит, рисуем два этих графика. Значит, первая команда в начале ей осталось забить пять. Да. И она отсюда как-то, значит, пока ее не забьем, будет выходить. И чего? Потому что функция оставшихся забитых голов первой команды, она не разрастающая. Если мы смотрим, сколько осталось забить в команде, то есть, если там сначала пять, потом какой-то орган четыре, потом три, два, один, ясно, что еще может быть? Она постепенно все меньше и меньше остается забить. А вторая не убывающая. А вторая растет. Сначала в какой момент она забила один, потом забила два, в конце забила три. Да. А этой осталось забить ноль. Это не убывающая, а старайтесь достающие, поэтому они гарантированно пересекли. Ну и каждый, важно еще сказать, что каждый может измениться только на один. Да. И они одновременно не меняются. Не может быть так, что они, так сказать, перескочили друг через друга. Соответственно, в какой-то момент эти две величины сравняются. Ну, как у вас там черная шашка и белая шашка? Черная шашка идет шагами по клеточкам отсюда сюда, а белая шашка идет там отсюда сюда. Ясно, что в какой-то момент они должны встретиться, быть в одной клиночке. Так, вот такое решение. Если не черная сумма, еще одна. Если что, еще одна сумма, еще одна. Если что, еще одна сумма, еще одна. Допустим, не знаю, 7-2. Ну, допустим, 7-2. Какая разница? Если вам, скажите, а в том, где будет здесь, если там не черная, перескочит через другой? Нет, если один перескочит через другой, вот так вот, да? Так же? Но это означает, что он каким-то образом сразу забил два гола. Ну, как здесь стать? 0, 1, 2, 3. Там черная, ну или не черная? Нет, я не знаю. В футболе, по-моему, не бывает таких случаев, чтобы засчитывали сразу два гола. Так что здесь важно, что меняется не больше, чем на один. Вот такой прием доказательства, который называется там непрерывность, или промежуточное значение, или что-то еще. Вот мне хотелось бы, чтобы это все было понятно, вот эти задачи, одномерные задачи были бы понятны, потому что следующие будут сложнее, если мы что-то здесь не разберемся, то дальше мы запутаемся.